Женсоветы вам всегда помогут. Обращайтесь. Мы работаем в Троицко-Новомосковском административном округе города Москвы. И как и раньше мы работаем на улице. Вчера я встречалась с жителями дома по улице Чапаева, дом 12. Проблемы все те же. Абсолютно не отремонтированный вход в подъезд, сломаны ступеньки, разрушены коммуникации, мусоропровод. На этажах абсолютная темнота. Никто не вставляет лампочки, никто не заботится о том, как жители добираются до своих квартир. А что говорить об отмостке? Она абсолютно рассыпалась. Отмостка вокруг. Уже сколько мы 20 лет? Одно и то же, с пустого фаруни. Уже сколько бумаг написано, это вообще... И в эти комитеты куда только не носили писем, не перечисляли этого всего. Так потому что, извините, у всех рыло пупу. Никто не может начальнику слова сказать поперек. Жители по адресу Чапаева, дом 12, пригласили меня в гости. И я смогла сфотографировать все. Это и разбитое крыльцо, обваливающийся козырек над ним. И много-много того, что вы увидите на фотографиях. Мы поднялись на 9 этаж на лифте. Это была поездка не для слабонервных. Лифт скачал из стороны в сторону. Он скрижетал и цеплялся за что-то. На мой вопрос о том, что происходит с этим лифтом, мне пояснили, что лифту 26 лет, и он ни разу не видел и не знал профилактики. Ему давно уже пришел в негодность. Жители писали об этом и в администрацию, и в газету. На фото вы все увидите своими глазами. Как специалист, занимающийся резким жильем, могу вас заверить, что в Старой Москве такого беспорядка в домах практически нет. Коммунальные службы следят за чистотой в подъездах, меняют лампочки, моют стены. В Щербинке никто не контролирует эту работу. Поэтому коммунальщики ее и не делают. Временно исполняющий обязанности главы города Кожевников практически не появляются в проблемные дома. Хотя жители неоднократно просили его навести порядок. Это, я считаю, анархией беспределом. Коммунальщики чувствуют свою безнаказанность. В городе свой лифтовый завод, между тем в домах по 3-4 дня лифт не ремонтируют, когда он выходит из строя. А в доме 12 по улице Чапаева лифту уже 26 лет. Его давно пора заменить на новый, а не эксплуатировать старый. Жители переживают и говорили мне об этом, что кто-либо из них может пострадать в кабине этого лифта. В такой обстановке у председателя женсовета очень много работы. Мы отвечаем на все просьбы и на все обращения. Участницы объединения женсовета Москвы обращаются с просьбой к исполняющему обязанности мэра города Сергея Семеновича Собянина и префекту Троицкого-Московского административного округа города Москвы Челышеву Алексею Валентиновичу. Мы просим вас навести порядок в городе Щербинка, заставить коммунальные службы выполнять свою работу. Мы просим вас прекратить прессинг на женское объединение и дать нам возможность спокойно работать с населением, которое обращается за помощью ежедневно. Мы просим вас вернуть общественную приемную женсоветам Москвы. Мы просим взаимодействия и взаимопомощи. Вместе мы сила!